Это прямой эфир на канале Народное телевидение Хибин и в студии Антон Рассказов. Здравствуйте! Традиционно начинаем нашу прямой эфир с данных оперативного штаба по коронавирусу. Это актуальная информация и данные обновляются ежедневно. Итак, на 25 июня в Мурманской области подтверждено более 4000 случаев заболевания коронавирусом. Если быть точнее, 4732. За сутки выявлено 72 новых случая. Один случай в Апатитах в Кировске – ноль. Поэтому будьте осторожны, несмотря на все меры послабления, коронавирус никуда не делся. Он по-прежнему здесь и им можно заразиться. Сегодня на нашем канале в прямом эфире глава администрации города Апатитов Николай Боу. Николай Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер, Антон. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Николай Алексеевич, вот как раз про ограничительные меры я хотел вас спросить. Что у нас еще осталось, что снято? Маски носим? Маски носим обязательно. Маски носим в общественном транспорте. Это требование, его нужно исполнять. Маски носим в общественных местах, магазинах, аптеках, местах массового скопления людей. Это вопрос безопасности, прежде всего, каждого из нас. Если сами о себе не позаботимся, не надо питать никаких иллюзий. Цифры говорят сами за себя. Да, три месяца терпели. На сегодняшний день эпидемическая обстановка позитивная. Но это не значит, что если мы будем все нарушать и все молниеносно снимать, все ограничения, что она не ухудшится. Поэтому на сегодняшний день ограничения остаются. Но выезд свободен, въезд контролируем и контролируем жестко. Начали работать фитнес-центры. На сегодняшний день шесть заработали из тринадцати. Ради бога, соблюдаем все те требования, которые прописаны. Да, их нелегко соблюдать, но это надо, это необходимо. Принято решение не тестировать тренеров и так далее. Хорошо, но каждый тренер должен ответить сам себе на вопрос. А что лучше, может все-таки лучше протестироваться? Да, это не обязательно, чтобы начать работать. Но думать о себе, думать о тех людях, с кем ты работаешь. Более тридцати парикмахерских работают. Ну, на многие любо-дорого посмотреть, вот все выполняется. Маски, антисептики, перчатки, предварительная запись. Да, это непросто. Четыре месяца назад этого не было. Но вирус никуда не делся, это реальность с этим жить. К этому нужно привыкать, исполнять. И тогда слово «позитивная эпидемическая обстановка» мы будем употреблять очень и очень часто. Никогда сейчас несколько уточняющих вопросов. То есть пост на въезд открыт, но жестко контролируется въезд, чтобы не было, ну, откровенно говоря, новой заразы. Совершенно верно. Выезд свободен, въезд жестко контролируется. Въезд по прописке, если ты зарегистрирован по месту жительства или месту пребывания. Электронная пропуска для тех, кто ведет трудовую деятельность. И исключительные случаи, определенные постановлением главы администрации. Они определены, все это опубликовано. И все это должно выполняться. Да, понятно, хотелось бы, чтобы и туристы к нам поехали и так далее. Но не надо забывать, откуда к нам пришла эпидемия и почему мы стали очагом самыми первыми в Мурманской области. Именно Кировские, именно Апатиты. Да, вот вы сейчас сказали, что парикмахерские открыты и даже открыты спортивные залы. Я, кстати, вот хочу нашим телезрителям показать, я уже побывал вчера в спортивном зале Спрокомплекс «Юность». Это муниципальное учреждение, вот там сейчас, да, пошло видео. Зал, во-первых, там четкое расписание для посещения. Везде на входе стоят санитайзеры. В зале вот в тот момент никого не было, потому что туда попадаешь исключительно по записи. То есть массового скопления людей там нет. Но жизнь потихонечку, вот правильно сказали, налаживается, но с очень жесткими ограничениями. Вот, кстати, еще продолжая тему спорта. Вчера появилась статья у наших коллег на Хибинфорумбюро или сегодня, я не помню, вот, да, фотография. Стадион городской запускается. Пробежки, пробежки, волейбол, что-то еще, может быть там футбол. Но самое главное, есть конкретные ограничительные меры. То есть просто так на стадион все не попадут, правильно? Да, совершенно верно. Ограниченный доступ для того, чтобы соблюдалась безопасная дистанция. При этом, понятно, хотелось бы всем, но так не будет. Поэтому для того, чтобы было безопасно, если выдерживать определенный график, места хватит всем и времени хватит всем. Поэтому добро пожаловать. Мы об этом говорим. Мы будем очень рады видеть занимающихся на стадионе горожан. Ну, то есть позиция, если я правильно понимаю, такая. Мы все не открываем, но по чуть-чуть соблюдая все меры предусторожности. По чуть-чуть, в зависимости от той эпидемической обстановки, которая складывается. Не надо питать иллюзий. Три дня подряд. Ноль в апатитах. Позавчера. Вчера, сегодня, к сожалению, заболевшие есть. Поэтому, поэтому бдительность, масочный режим, социальное дистанцирование. И самое главное, ну, наверное, уже пришло время, когда не надо устраивать образцово-показательных дискуссий на тему, есть коронавирус или нет коронавируса. Есть он. Есть. Кто очень в это не верит, я готов организовать безопасную экскурсию в инфекционное отделение нашей больницы и в ковидный госпиталь, чтобы они увидели все своими глазами. Поэтому в это надо верить и прислушиваться к тому, о чем говорят доктора, о чем говорят те люди, которые глубоко разбираются в этом вопросе. Все 190 заболевших с начала пандемии в городе Апатиты, ну, порядка 160 случаев точно, я знаю, откуда что бралось. Потому что постоянный анализ, постоянная работа с Роспотребнадзором, постоянная работа с главным врачом Юрием Семеновичем Ширяевым. На голом месте не бывает ничего. И очень обидно, и очень жаль, когда некоторые люди, в том числе и руководители, не понимают, что от них зависит, проводится ли термометрия, не допускаются ли люди с признаками ОРВИ на рабочие места. Это все нужно делать. Есть несколько случаев, когда это не исполнялось. Результат, да результат понятен. Когда в одном из учреждений половина бухгалтерии сейчас на самоизоляции, потому что контактные, и дай бог, чтобы они не заболели. В другом областном учреждении точно такое же головотяпство по-другому не скажешь. Три человека, клиенты ковидного госпиталя. Это у нас происходит, это не где-то. Поэтому ограничения будем снимать. На сегодняшний день обстановка эпидемическая позитивная, но осторожно, пошагово, соблюдая все необходимые меры безопасности. Продолжая, кстати, тему медицины. Николай Алексеевич, есть ли информация по планам медицинской помощи? Есть ли какие-то данные с Юрием? Возможно, мы постоянно с Юрием Семеновичем эту тему обсуждаем. Все зависит от обстановки эпидемической в городе. Если она к началу июля будет хотя бы на том же уровне, как она есть сейчас, не ухудшится и не будет тенденции к ухудшению, значит, плановая медицинская помощь начнет оказываться. С начала июля? Да, да, это реально, но еще раз говорю, если эпидемическая обстановка будет благополучной. 25 июня по всей стране началось голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации. Николай Алексеевич, вы проголосовали одни из первых. И давайте посмотрим, как это было. Мы были на том участке, и вот лично я насчитал пять степеней защиты, но только из тех, которые бросаются на первый взгляд. Давайте посмотрим видеоматериал с сегодняшнего участка. 25 июня с 8 утра в Апатитах открылись 24 избирательных участка. Началось голосование по поправкам в Конституцию. Одним из первых исполнить свой гражданский долг и проконтролировать меры безопасности. На 184 участке, который расположен в здании 10-й школы, пришел глава администрации Николай Бова. Первая мера – на входе контроль температуры и выдача средств индивидуальной защиты. Красная. Сколько температуры? 35 и 3. Второе. На столе у каждого члена участковой комиссии санитайзер. Руки обрабатывают после каждого человека. Перчатки. На лице, кроме маски, прозрачный защитный щиток. Третья. Процедура проверки документов проходит бесконтактным способом. Член комиссии не берет в руки документы и может лишь попросить приподнять маску, чтобы сравнить фотографию в паспорте. Вы его, пожалуйста, разобратьте? Нет. По какому адресу? Масочку, если желаете, можно. Спасибо. Четвертая. Получив индивидуальную ручку и бюллетень, граждане проходят в кабинку для голосования. В условиях повышенных мер безопасности они расположены таким образом, чтобы граждане не касались за навесок. Проголосовав, гражданин покидает избирательный участок. И тут пятая ступень защиты. Организован отдельный выход. Это специальная мера по разделению потоков, чтобы не создавать столпотворение на участке. То есть заходите вы в одном месте, а выходите в другом. С раннего утра перед открытием участка продезинфицированы аварийно-спасательной службой. И так будет сделано на всех участках. Входные группы, входные двери. Ну а далее все то, что предписано Роспотребнадзором, Центральной избирательной комиссией. Все выполнено. Соответственно, при входе выдаются СИЗы, обрабатываются руки, проводится термометрия. Очень четкая работа члена участковой комиссии. Мне очень понравилось, когда паспорт у меня не взяли. Меня его попросили самого раскрыть и показать. Соответственно, страницу с фотографией, страницу с регистрацией по месту жительства. Это одноразовая ручка, которую потом ты сам с собой уносишь и, соответственно, или на память хранишь, или утилизируешь. Соответственно, при выходе необходимой емкости для утилизации средств индивидуальной защиты. Поэтому сделано все так, как и должно быть при голосовании за поправки в Конституцию России. Лично для меня, как для гражданина, очень важно увидеть то, что я там вижу, что Россия является правоприемником Союза Советских Социалистических Республик. Это та страна, в которой я был рожден, в которой были рождены миллионы моих сограждан. Это очень здорово. Также из всех поправок, конечно, для меня очень важно, как для сотрудников органов местного самоуправления, 20 лет все-таки позади, то, что четко сейчас зафиксировано, что и федеральная власть, и органы местного самоуправления – это единая публичная власть, которая работает ради народа. Это очень важно. Это вот та вертикаль, которая в условиях нашей страны наверняка даст еще более эффективные результаты, чем это есть сейчас. Николай Алексеевич, вот в сюжете 5 степеней защиты, но наверняка их гораздо больше. Ну я-то, конечно, их назвал степени защиты, но вот вы в интервью даже нам сказали, что и военно-спасательная служба приходит, все идентифицирует. Гораздо больше их на борже, правильно? Да, безусловно, мы принципиально для себя решили, кстати, и дискутировали, потому что обязательного предписания не было, но, например, то, что входные группы обрабатываются перед открытием участков, то, что обязательная дезинфекция потом, после того, как они закроются, это вот то, что сделано в конкретном городе Апатиты и сделано профессионально, плюс все то, что делается внутри. При этом контроль, при этом контроль. Все мои заместители отвечают за конкретное направление, вот во всей той цепочке, о которой вы сказали. Ежедневный будет объезд, он и сегодня уже сделан, и результат меня радует. Для того, чтобы голосование было безопасным, сделано все. Дальше воля граждан, я думаю, все это будет оценено, и, соответственно, наши горожане примут активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию нашей России. Как говорят, это даже историческое событие, потому что последний раз мне что-то подобное было 27 лет назад. Николай Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как организована работа с теми, кто голосует на дому? Кто на это имеет право, и сколько таких людей в Апатитах? Право имеет, в принципе, любой гражданин, написав соответствующее обращение, ну, сейчас уже в участковую избирательную комиссию, ну, даже если это будет обращение в городскую избирательную комиссию, оно будет передано на участок, где гражданин живет, и, соответственно, к нему приедут члены участковой избирательной комиссии с переносной урной, и в установленном законном порядке он сможет воспользоваться своим конституционным правом, исполнить гражданский долг. Поэтому, пожалуйста, кто не имеет возможности, или по каким-либо причинам не желает, там, пять степеней защиты не убедили, ну, так бывает, пожалуйста, обращайтесь, звоните, к вам приедут члены участковой избирательной комиссии, вы исполните свой гражданский долг. Это важно, нам с этим жить, нам жить, нашим детям жить, нашим внукам жить. Очень много в поправках того, что реально делает стабильность жизни в государстве, государство сильным будет, эффективным государством, которое будет все-таки для человека. И важный момент еще спрошу, то есть поедут, если к тому, кто голосует на дому, полная экипировка же там будет? Безусловно, будут использованы членами участковой комиссии средства индивидуальной защиты, минимальный контакт, все на расстоянии, социальное дистанцирование, точно так же паспорт покажешь, посмотрят на расстоянии, та же одноразовая ручка, тот же бюллетень, те же перчатки, все это будет безусловно исполнено. Николай Алексеевич, сотрудники администрации приняли участие в голосовании? Все-таки сегодня первый день или как вы их наставляете? Сотрудники администрации выполнили свой гражданский долг, подавляющее большинство, то и просьба моя была, и ко всем бюджетникам просьба, что 25-26 числа, 25-26 числа, именно лучше в эти дни прийти на избирательные участки, потому что там людей будет поменьше, потому что с каждым днем людей на участки, я уверен, будет приходить все больше, тем более завершающий день голосования 1 числа, лучше проголосовать заранее. Это тоже, ну скажем так, шестая степень защиты. Поэтому сотрудники администрации прислушались. Спасибо. На самом деле я хочу напомнить, что голосование проходит неделю с 25 июня по 1 июля. Избирательные участковые избирательные комиссии работают с 8 утра и до 8 часов вечера, если не ошибаюсь. Поэтому это сделано специально, чтобы голосование было максимально безопасным, чтобы не было столпотворения и не было того, что люди встречаются в коридорах, одни выходят, другие заходят. Поэтому голосование длится неделю. Мы сейчас сперемся на небольшую рекламную паузу, а после этого Николай Алексеевич ответит на вопросы, которые наши телезрители прислали к нам к анонсу, еще к прошлому анонсу. Он по техническим причинам у нас в эфир не вышел, поэтому сейчас после рекламы ответим на все вопросы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш прямой эфир. Добрый вечер тем, кто к нам присоединился. Напомню, сегодня у нас в студии глава администрации города Апатита Николай Бова. И если первую часть мы посвятили коронавирусу, ограничительным мерам, мерам безопасности на избирательных участках в связи с начавшимся голосованием по изменению Конституции России, то вторая часть у нас ответы на вопросы от телезрителей. Как свеч, я начинаю зачитывать. Сергей Марчук спрашивает. Кто должен убирать опасные отходы, а именно резиновые покрышки, из которых делают клумбы на территории двора? Кто за этим следит? Куда обращаться? По покрышкам, которые активно по течению складируют и весной, когда летнюю резину ставят, а осенью, когда на зимнюю резину переходят. Есть контракт управления городского хозяйства, есть специализированная организация. По мере накопления покрышек, не каждую сразу по мере накопления все это вывозится. Все-таки те покрышки, которые единичные во дворах, используются. Покрышки ведь когда опасны, когда их массовое скопление? Во дворах это годами используется, но кому-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому контракт на вывоз покрышек есть, эта работа в аппетитах налажена и отслеживается, контролируется управлением городского хозяйства. Ну и на всякий случай в муниципальный контроль обращаться к людям? Нет, звоните в управление городского хозяйства, все телефоны на сайте есть. В муниципальный контроль тоже можно, и в ЕДДС можно обратиться. Все это будет фиксироваться, и безусловно, меры будут приниматься. Но клумбы пока рушить не будем, которые во дворах. Кристина Александрова спрашивает, почему разрешают работать дорожные техники ночью, когда люди спят? Лето короткое у нас очень, все-таки живем в условиях заполярья, поэтому работать на дорогах ночью в соответствии с законом Мурманской области, который был принят в прошлом году, можно. Но при этом, безусловно, не применять отбойные молотки и так далее. Поэтому это законный вид деятельности. Но с ограничениями? Безусловно, слишком шумных работ производить нельзя. Еще раз говорю, отбойный молоток не приветствуется. Им пользоваться нельзя. Но укладывать асфальт можно, что и делается. Потому что по-другому при больших объемах работ на дорогах невыполнимы. А у нас большие объемы? У нас немалые объемы. Ну, смотря с чем сравнивать. То, что мы, допустим, делаем в этом году, если сравнивать, когда мы делали там дорогу за Белореченским путепропадом, или делали улицу жемчужную, конечно, эти объемы поменьше. Но улица строителей почти два километра, Нечаева, космонавтов. Это же все уже сделано. Это все сделано. Поэтому, в том числе и потому, что Фреза, могу же ведь сказать, их всего три на всю область. И то, что Фреза из Ревды пришла в Апатиты, а не во любой другой город области, это же тоже нужно поработать. Только лишь потому, что ей была дана возможность работать, в том числе и в ночное время. По-другому, не хочу и асфальт в снег класть, и не буду. А эти работы уже закончены. Это, кстати, национальный проект. Предваряя вопрос по улице Пушкина, скажу так. Да-да, там дальше есть у нас, кстати, вопрос. В царской армии было элитное подразделение, оно формировалось из выходцев с Кавказа, и называли их в простонародье «Дикая дивизия». Воевали они изумительно, много боевых подвигов. Вот то, что сейчас на улице Пушкина происходит, вот те методы, которые подрядчик применил, вот оно, наверное, что-то напоминает. Там реально капитальный ремонт, там реально нужно убрать все те камни, которые там есть, поэтому приходится применять и экскаватор, и так далее. Нужно терпеть срок окончания этого контракта, конец августа месяца, если мне память не изменяет, 29 августа. Кстати, все контракты у нас открыты, их можно посмотреть на сайте, там все сроки стоят. То есть любое подтечание это может сделать. Но эти работы, буду очень рад, если они будут закончены в срок, потому что они начали с некоторым опозданием по объективным причинам. Но, тем не менее, все это реально, если работать напористо, профессионально. Плюс тротуары, которые там сейчас делаются иным подрядчикам, нашим городским подрядчикам, которые и многие дворы делают, межквартальные проезды, ряд работ в парке, в том числе, новая детская площадка, которая там будет установлена. В Пушкино. Да, в парке Пушкино. Там реально будет намного лучше, намного краше, чем есть сейчас. Это для горожан делается. Это делается для горожан. Это, кстати, вот Пауль Пушкина, вот Евгения Спиридонова спрашивала, как раз по конкретные числа, но вы сказали, что 30 августа. Продолжаем. Вера Дерябина спрашивает, когда к участкам, которые выделены многодетным семьям, еще в 2013 году проведут коммуникацию? Это очень тяжелый вопрос. Цена коммуникации это сотни миллионов рублей. В бюджете города этих денег нет и не предвидится. Поэтому работа с областью. Что мы и делаем. Те деньги, которые приходят, потихоньку, последовательно двигаемся. Для того, чтобы там начать работы, сейчас есть проект, есть понимание, сколько это стоит. В этом году там вырубаются просеки к тем участкам, которые многодетным семьям выделены. Вот когда эти работы будут закончены, уже каждая семья будет иметь возможность воочию посмотреть и подойти к своему участку. Это вот программа сегодняшнего года. Но цена вопроса, еще раз говорю, сотни миллионов рублей. Этих денег в бюджете города нет. Но вопрос в любом случае денежных контроле, раз в этом году будет вырубка. Безусловно. Это вопрос, который обязательно будет решен в том или ином виде. Тем более появилась альтернатива, когда многодетная семья может взять денежную компенсацию вместо участка. Но это только те семьи, которые еще не получили участки. Но может быть дальше будет рассматриваться и вопрос, что все-таки как-то дать возможность выбора и тем семьям, которые получили участки, долго ждут. По каким-то причинам туда не подведены коммуникации, а причины я назвал они финансового характера. И очень дорого все. Я не исключаю, что будут эти варианты узаконены и предложены многодетным семьям. Иван Кириллов спрашивает, площадку, оставшуюся от бывшего недостроя на проспекте Сидоренко, воинов-интернационалистов превратили в полигон для грунта и камней. У нас даже есть небольшое видео оттуда, давайте его посмотрим. Николай Алексеевич, что там будет, когда будет убрано? Куча мусора, ну не мусор, это земля, песок, камни. Я город объезжаю, я прекрасно знаю, что там творится. Отвечу так, первоочередная задача, которая должна была там быть решена в том числе по представлению Следственного комитета России, это обеспечить безопасность. Это снести недострой. Это сделано. Дальше, это одна из тех площадок, которые требуют благоустройства. Их несколько в городе. Есть определенная очередность. На завтра, на послезавтра денег туда нет. И проекта благоустройства туда нет. Но это одна из тех площадок, которые будут благоустроены. Но, еще раз говорю, основная задача была снести недострой, который превратился в то место, куда и ребятишки наши бегали, и многие граждане туда ходили непонятно зачем. Там было реально опасно. Сейчас эта опасность устранена. Да, мы были там, когда был демонтаж, снимали, конечно, материалы. Действительно, там очень все стены исписаны. И там такое место, место с дома, с ближайших домов по проспекту Сидоренко жаловались в редакцию. Мы снимали несколько материалов. Поэтому это все так. Вот, Николай Алексеевич, еще вопрос про пылеподавление на хвостохранилищах. Вот погода стоит очень жаркая. Дождей, вот в июле, ну, вернее, в июне, ну, я не помню, когда были, дождей не было. Снега в этом году было очень много. И работы по закреплению поверхности там начались гораздо позже намеченного срока. И, конечно, бывает, что пылит. Вот как администрация реагирует на такие? Тяжелая, непростая ситуация. Тяжелое наследие. Десятилетиями оно в два работало на полную мощность. И приоритете были тонны полученного концентрата. Вопросам экологии уделяли недостаточно внимания. Да, и технологии тогда были в 20 веке несколько иными. На сегодняшний день это проблема. Но ситуация ведь не безнадежная. Работы в этом году по закреплению начаты 22 мая. Этот вопрос 23 июня подробно смотрелся по тем мероприятиям, которые там проводит компания ФосАгро на заседании КЧС города. Да, требуется еще время. Требуется время. Да, прорабатывается ряд различных иных вариантов, как это можно сделать эффективней. В том числе, постоянно обговаривая эту проблему с руководством ФосАгро. Могу сказать одно, что вопрос реконструкции этого хвостохранилища, он в повестке дня есть. Я думаю, что не исключено, что даже на следующий год эта реконструкция начнется, и тогда ситуация кардинально поменяется. Сейчас, в том числе на КЧС принято решение. Создана рабочая группа, которая выработает ряд рекомендаций для жителей города, когда все-таки неблагоприятные метеоусловия, ведь пыление носит сезонный характер. При определенной розе ветров не каждый день это происходит. Но, тем не менее, в этом году вот так сложились обстоятельства. Будут выработаны рекомендации, мы их обязательно до населения доведем, хотя они очевидны. И не надо это стесняться делать. Закрытая форточка, закрытое окно, маска на улице. Это помогает. ФосАгро профинансировала, начиная с 14 июня, каждый день на улицах города работает машина, которая поливает дороги. Два раза в сутки это делается. На тротуарах работает пылесос, который делает влажную уборку тротуаров. Это немножко помогает. Но кардинальное решение этой проблемы впереди. И сегодня там работы проводятся. В соответствии с решением комиссии, ежедекадно будут предоставляться фотоснимки, что сделано и так далее. Поэтому тяжелая ситуация, но работы там проводятся. И то, что можно делать сейчас при тех разработках, которые есть, это делается. Спасибо. Татьяна Смирнова спрашивает, когда будет завершено строительство перехода через ежедорожные пути, имеется в виду микрорайон Старая Апатита. Муниципалитет делает тротуары с двух сторон. Со стороны магазина твой и со стороны улицы Жемчужной. Подрядчик работает. Эти работы будут выполнены в соответствии с контрактом. Это вопрос, наверное, месяца. Там работы ведутся. То, что касается непосредственно работ на железнодорожных путях, это контракт РЖД. Ну, не везет им с подрядчиками. Пятый уже. Пятый. Пятый. Правда, он определяется не на нашей территории. Вот такие у них процедуры. Подрядчика определяют в столице. Потом он сюда приезжает, начинает работать. Потом он не выполняет взятые на себя обязательства. То, что происходит там сейчас. Надеюсь, что все-таки к осени эти работы будут выполнены. Потому что это в том числе, если меня смотрят или передадут руководителям соответствующих служб российских железных дорог, которые здесь на территории. Это в том числе и поручение губернатора. Поэтому никуда не денется РЖД. Сделать переход придется. Он будет там. Таким образом, я думаю, у них получится. Мы свою часть сделаем. Спасибо. Сергей Петров интересуется. Вот он говорит, в Апатитах начался ремонт дорог. Это, говорит, хорошо. Но почему нельзя заставить подрядчика укладывать асфальт сразу после снятия старого покрытия? Это, думаю, не актуально. Вот, конечно же, идеально идет фреза. За ней сразу. Но, наверное, он это имеет в виду. Господи, проливают новый асфальт и только для любимого города Апатиты все делается. Будем донастраивать эту систему, чтобы в том числе вот то, что предлагает наш телезритель, стало реальностью. Мы очень стараемся. Но подчеркиваю, на сегодняшний день те дороги, которые входили в национальный проект «Безопасные дороги», они в Апатитах сделаны. Сейчас идет процедура приемки этих работ с привлечением независимой лаборатории. Берутся пробы асфальта. Кстати, на улице Нечаева в этом году применили асфальт немного другой марки. Посмотрим, что получится. Именно эта марка асфальта, те, кто его производит, будет меньше подвержена образованию колье. Посмотрим, что получится. Если будет положительный опыт, значит и дальше будем применять асфальт марки А400. Хотя он более дорогой, чем асфальт марки А500, который применяется сейчас на остальных дорогах. Кстати, про дороги. На прошлом эфире, который у нас был в мае, мы с вами разговаривали и телезритель задавал вопрос по улице Зиновьева. Там, говорит, вот около восьмого дома можно провести капитальный, не капитальный ремонт или какой-то ремонт. Вы тогда еще удивились, но вот сегодня я там был, покажите нам, пожалуйста, эти кадры. Там проводят ямочный ремонт. Вот мне кажется, вы тогда, вот смотрите, ямочный ремонт в некоторых местах уже сделан. Вы тогда еще удивились. То есть нашлись средства в бюджете или... Ну, в общем, отреагировали вы в этом? На ямочный ремонт у нас средства и были заложены, и улица Зиновьева была. Среди тех улиц, где ямочный ремонт необходимо было выполнить. Далее будем смотреть. Постараемся, чтобы все-таки при планировании работ на следующий год разработать проект по улице Зиновьева и сделать там уже не ямочный ремонт, а ремонт совершенно иного вида. Выдержать уклоны. Кстати, хочу сказать, много же писали, показывали и так далее. Зиновьева 3, там пресловутая лужа, которую там откачивали и все прочее. Управляющая компания «Престиж» взяла на себя инициативу и чуть ли не до конца июня они собираются там выполнить работы, чтобы все-таки такая лужа там больше не существовала. Ну, проконтролируем. Я надеюсь, что руководитель слышит или ему передадут. Гарантийное письмо есть. Соответственно, контроль беру на себя лично. Ну, я думаю, что и телезрители, и мы, как журналисты, обратим на это внимание. Максим Потапов интересуется, и мы, конечно, в первой части программы об этом разговаривали, когда заработает в полном объеме МФЦ, необходимо совершить сделку купли-продажи недвижимости. Ну, это, наверное, вот, конечно, когда... Ну, это к вопросу постепенного снятия ограничений. МФЦ сейчас, безусловно, работает не в полном объеме. МФЦ работает по предварительной записи. Не все окна мы себе пока можем позволить открыть. Но, в зависимости от того, какая у нас будет эпидемическая ситуация в городе, безусловно, мы будем выходить на проектные мощности МФЦ. Тем более, что ряд услуг они получают и дополнительно. Будем выходить, я думаю, это вопрос двух-трех недель. Анастасия Пискарева спрашивала, когда в поликлиниках возобнят прием узких специалистов, мы тоже ответили, что если... Ну, это к вопросу о плановой помощи. Это все очень тесно взаимосвязано, но экстренная помощь оказывается и оказывается в полном объеме. Вопрос, когда пустят электричку апатита Кандалакша. Есть? Не знаете? Ну, этот вопрос проговаривается в том числе и областной оперативный штаб эту тему обсуждает. Я думаю, что это вопрос недолгого времени. Опять же, она ведь сейчас не ездит не потому, что вот мы взяли и решили. Нет же. Вопрос безопасности. Вопрос профилактических мероприятий по нераспространению особо опасной инфекции. Марина Ореховская спрашивала, когда заработает фонтан. Марина, спешу обрадовать, что на этой неделе он уже заработал, если не ошибаюсь, в понедельник. У нас есть даже небольшое видео. Посмотрите, какая там красота. Работает фонтан Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но пусть приходят, соблюдая все меры предосторожности Да, обязательно Если там будет очень много людей То даже несмотря на то, что на улице маска приветствуется Это нормально Там, где много людей И обязательно социальная дистанция Ну и там даже лавки Вот я разговаривал с руководством спорткомплекса Лавки расставлены специально с соцдистанцией Выдержали это Это одна из степеней защиты Но уже со стороны спорткомплекса атлет Николай Алексеевич, спасибо за ответы на опросы Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости Спасибо за ответы Всего вам доброго, уважаемые телезрители Спасибо, это был прямой на эфир На канале Народной Телени Хиббин Всего хорошего И берегите себя И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok